О, чувак, здорово, чё делаешь? Здорово, играю в Зельду Виндмейкер с выключенным геймпадом. Так ты же играешь на PlayStation 4, это Борт. Так его же не существует. Так что ты хотел? А, возможно, ты уже слышал? Вышла новая игра по Adventure Time. И что? Как и что? Это же время приключений, это же... Ребята, приключений час. Ждут давно чужие земли нас. Там Джек, он бёс и Фин Парижка. У тебя здесь хорошо, идите к нам. Ладно, возможно, ты просто немножко не врубаешь ситуацию, пойми чего. За всё время не было ни одной игры по Adventure Time, которую люди хотя бы могли назвать нормальной. А как же мобильной? Это не в счёт. В общем, я не особо верю, что даже в данном случае будет что-то интересное. Поэтому позволь мне откладиться в волшебный водный мир. Но именно в этой игре пиратская тема. Они плавают по морям, выполняют разные квесты на различных островах, находят сундуки, делают её поход друг к другу. Это же круто. А ещё в новом Adventure Time обещали открытый мир. Чувак, пойми ты уже, мне эта игра неинтересна. Слушай сюда внимательно. Если ты не сделаешь обзор на эту игру, я выдерну твои кишки. Потом разъебу тебе нос твоими же зубами, попутно выдернув их ржавыми пассатижами. А затем приготовлю тебе поесть, как я умею. Что? Время обзора! Adventure Time Pirates of the Enheridion от Climax Studio. И давайте начнём прям с названия. Нет, не студии, а с названия обозреваемого продукта. Enheridion или Enheridion это справочник мира. Выходит, что по-другому игру можно назвать время приключений пираты справочника. Не так эпично, конечно, согласитесь, но всё-таки можно. Хотя, если серьёзно, почему используется именно такое название, мы узнаем по ходу сюжета. И уж раз начали про него, давайте о завязке. Джейк, Финн и Бима кутят у себя дома, но потом последний оставил своих друзей, дабы пойти на отдых. Впрочем, наша парочка, несмотря на своё позёрство из разряда ТУСИМ ДО УТРА, уснули сразу, как ушёл Бима. Или ушло Бима. Вроде как бесполый. Короче, буду называть его как получится. Можете уже начинать писать о том, какой я сексист и глинамес. На следующее утро Джейк и Финн обнаруживают, что земля У потерпела фиаско. Откуда ни возьмись, взялась вода. Очень много воды. Наши герои решили разобраться в этой ситуации. И забравшись на так удобно мимо проплывавший катер, начали своё новое приключение. Но как же там Бима? Ну, вообще, наши герои вспомнили про неё и мгновенно забили на неё хер. Почему? Ну, потому что, цитирую фразу Джейка, она очень хорошо плавает. Иронично не находите? Кстати, судя по всему, Бима очень многое о себе скрывала. Вот момент середины игры, когда Бима в огненном королевстве отвлекла стражников и свалилась на огненном водопаде прям к консолям прошлого поколения. И что вы думаете? Эта зверская неубиваемая машина встречает нас на следующей платформе. Короче, не парьтесь. С Бима всё будет в порядке. Так это, о чём я? Джейк и Финн на катере отправляются к Саймону, а.к.а. Ледяной король. Тот ревёт от того, что ледники тают. Так как в какой-то момент его корона сошла с ума и начала топить лёд, а не наоборот. Поэтому Смекалистый король её сгоряча выкинул. И с этого места начинается наше путешествие. Нам придётся найти корону, остановить потоп и узнать, при чём тут Энхиридюн в заставке. Вот такая тут завязка. Спойлерить сюжет дальше не буду, хотя, честно говоря, спойлерить-то здесь нечего. Если вы смотрели Adventure Time, сможете угадать главного злодея, просто увидев первого босса. Фёрна. Кстати, все наши поиски оказываются бессмысленными. Ведь прям в конце Ледяной король называет нам главного злодея, да ещё он, собственно, персоной приходит к нам получить поща. А почему Саймон обо всём нам не сказал ранее? Ну, потому что... Ну, знаете, это фирменное. Вы меня не спрашивали? Или... Ну, я забыл. Да, это в стиле времени приключений. Но это было бы прикольно, если бы игра концовки не успела выбесить. Давайте посмотрим правде в глаза. Что сделали создатели Пираты Справочника? Взяли основную идею Зельды Винвейкер, объединили с селшейдинговой стилистикой Simpsons The Game, подсунули в это пошаговую боёвку, главных героев превратили в стандартный набор из классов баффера, танка и дедэшера, а всё вокруг, за исключением NPC, которые дают задание, сделали тупо внешкой, которую можно тупо своим телом двигать туда-сюда. Сами персонажи выполнены, как вы заметили, в 3D-стилистике. И некоторым это вообще не идёт. Но зато сам мир выглядит круто. Старые добрые места прям манят, но, если уж честно, то авторы игры очень сильно щетерили. Всё, что вы видите вокруг во время своего путешествия, это лишь модельки, через которые можно даже пролететь или запустить ядро. А, но ещё к ним нельзя подойти из-за невидимой стены. И на деле, без этих неосязаемых кусочков земли, тут лишь маленькие разбросанные локации. Отбираться до них нужно по воде, на которой затаились пираты и Кракен, которого даже убивать не хочется из-за его милоты. Кстати, о стилистике пиратов. Когда игра почему-то хочет казаться пиратской, и абсолютно всё на это намекает, только Джейк и Финн. Единственное, что делают пиратского, это поют песенки в стиле Короче говоря, авторы не думали о том, чтобы сделать хорошую игру. Они думали, как закинуть удочку с красивой, но ленивой дичью, фанатом времени приключений. Кстати, какой глубины тут море, если так можно выразиться? Просто, если смотреть, к примеру, на конфетное королевство, его кружение выглядит так. А в игре так. Не, может быть просто злодей всю ночь копал перед потопом, это много и объясняет. И ещё, почему данную версию для Switch так сильно критикуют, говоря, что это самое худшее, что есть у данной игры. А дело тут в двух вещах. Первое, это цена игры на Nintendo Switch, а второе, она хуже оптимизированная, чем ПК-версия, которая стоит всего 500 рублей. Хотя сама игра in Witcher Time просто перенасыщена багами, глюками и другой хренью. Но вот именно на Switch все это можно умножать раз в пять. Для примера покажу самую бесячую недоработку. В игре есть возможность быстро передвигаться, благодаря способностям Джейка превращаться во что угодно. В данном случае мотоцикл. Кстати, почему в начале игры он не превратил себя в лодку? Тем самым убрав рояль в кустах с неизвестно откуда появившимся катером. Да, ладно, пофигу. Так вот, этот Джейков мотоцикл постоянно где-то застревает. Даже где это сделать, казалось бы, просто невозможно. В результате, самый быстрый способ передвигаться стал самым выбешивающим способом передвижения в игре вообще. Даже больше, чем передвижение по воде. Тем, кстати, у меня вообще горел от каждого поворота. Ведь никогда не узнаешь, где тебя ждет невидимая стена. Вон проплываешь мимо дерева, а тебя не пускает. Надо чутка правее, ибо тут, сука, дерево. Ты что, не видишь? Ты что, широкий, сука? А это лишь просто передвижение по карте. А есть еще места, где нужно использовать суперспособности наших героев. Про суперсилы я имею в виду возможность Марселин становиться невидимой. Тем самым, проходя противников, не сражаясь с ними. Способность Джейка растягиваться и принимать любую форму, дабы подняться повыше. Способность Бима взламывать электронные ключи. И способность Фина читать карту. Да, в сравнении с его друзьями, Фин выглядит каким-то бесполезным, не находите? Хотя, надо заметить, что все эти способности можно использовать лишь в определенных местах. Причем игра заставляет их юзать. Даже если игрок вообще не нуждается в этом. Типичный пример. В начале игры, когда мы спасаем принцессу жвачку, мы отправляем Марселин за ключом. Она с помощью инвиза проходит мимо врагов, которые, ну, явно сильнее, чем мы на тот момент. А спустя полтора часа геймплея нас просят повторить этот ход, но уже когда мы можем спокойно пройти команды и раскидать всех. Думаю, вы понимаете тупость происходящего. Всем не двигаться, это полиция рекламы. Видите айфон, это полиция рекламы. Что? Вы только что сделали ролик и не рассказали про Final Fantasy пробуждение. А почему и чего там рассказывать? Как чего? А то, что это одна из немногих качественных мобильных игр в жанре RPG, где ты можешь создать своего персонажа почти с нуля. Но там же по кастомизации лишь только выбор лица, цвета волос и прически. А еще характер, пол и стихии. И еще, будешь перебивать меня, получишь по щам, понял? Сходу игра закидывает нас в свой мир, прям балуя различными анимационными ставками. Причем это не заканчивается только на начале. Перед каждой битвой нас ждет пиршество для глаз. Как и в любой RPG, здесь море NPC, у которых есть свой характер и цель. В ходе игры мы узнаем, кто был с нами правди в самом начале, а кому бы стоило немного смыть с себя яйцемерие. К слову, сам город, где мы будем проводить время вне боя, просто потрясный. Извините, а это что за хрень? А, это бог армии Эйдалон. Его можно будет призвать в бой после того, как игрок соберет 6 элементов за победу в первых боях. И надо сказать, что он еще таимба. Так что сражение с ним бок о бок оставляет хорошее впечатление. В общем, ребят, все ссылочки находятся в описании. А еще у меня для подписчиков с Тинта есть код на игровой бонус. А еще у меня есть айфон. Ну, я работаю в полиции рекламы, так что неудивительно. Больше не нарушай, а то я приду и жопу надеру. Не знаю, что это было, но давайте лучше вернемся к игре. Adventure Time игре. Вообще Adventure Time перед справочника очень слаба в плане разнообразия контента. Да, здесь есть сайт-квисты, которые вроде бы интересны своей завязкой, а-ля налови рыбы для призмы или собери всех пингвинов и верни их к ледяному королю, но полностью становятся невыносимыми по ходу прохождения. А основной сюжет, ну, мягко говоря, однообразен до безобразия. В каждой главе сначала находите человека с нужной вам информацией, играете с ним в детективы, где нужно выбрать подход злой или добрый коп. Причем выбирать не особо есть смысл, ибо Джейк и Финн прямую говорят, что нам делать. А еще зачем-то выбрать доброго и плохого подхода крутится. Ну, а после этого допрос начинается путешествие по локации, где должны пару раз использовать свои способности, потом выполнить пару легких действий, а-ля столкнуть ящики в воду и нажать на рычаг. И все это для того, чтобы, ну, к примеру, помочь принцессе. Да, по сути, это все. Точнее, почти все. Ведь об одной вещи я намеренно по максимуму молчал до самого конца. Боевка. Пошаговая боевка. Сначала уточню, я не имею ничего против нее. Плюс ко всему я могу назвать дофигища игр с подобной механикой, начиная с финалки и заканчивая покемонами. Но здесь это просто тупое непонимание баланса и разгона. Короче, с первого уровня вас противники начинают дырять в жопу, и вам даже не дают возможности разобраться с управлением. Да и, честно говоря, зачем это нужно? Ведь ведь вы во время своего хода можете на халяву использовать рюкзак. Да, кроме атаки вы можете еще и похилить себя, или использовать, например, дебаф на врага. И вот, перейдя на второй уровень, противники стали не просто жесткими, как на первом, а слишком жесткими. А все просто из-за того, что когда вы аппаетесь по левелу, вам нужно еще покупать увеличение статов. То есть, да, вы просто аппаете себе возможность прокачать, а качается все за деньги. А деньги здесь можно собирать только двумя способами. Либо вы собираете мусор, находите сундуки, ломаете все вокруг, и молитесь на то, что что-нибудь выпало, либо выполняете сайдквисты. Дабы подзаработать на них, а еще на этих сайдквистах есть возможность открыть специальные атаки для наших героев, которые окажутся очень полезными во время нашего приключения. И да, вы правильно поняли, во время прохождения основного сюжета не откроется ни одна специальная атака. Чтобы их получить, приходится выполнять вот такие сайдквестики. Вы понимаете, насколько разрабы охренели? Чтобы двигаться по двухчасовому сюжету, да, именно столько он длится, если убрать все вот эти сборы мусора и прохождение сайдквистов, тебе нужно прокачаться не по сюжету. Тебе нужно собирать мусор, проходить сайдквисты и зарабатывать. Короче говоря, тут попахивает анекдотом про двух разработчиков, которые пытались растянуть игру. Я бы даже ничего не говорил, если бы это реально стоило того. Но абсолютно все, что касается геймплея в этой игре, начинает наскучивать буквально через минут 10. Даже вот эти бои. Причем они начинают наскучивать не за того, что они интересно выглядят. Нет, анимации круто выполнены. Проблема в том, что каждый такой бой проходит по одному сценарию. Тебя бьют, ты используешь из рюкзака хил, потом бьешь их, потом они вновь тебя бьют, ты опять используешь из рюкзака хил и опять их бьешь. Кстати, даже этих суперспособностей, от них и надо смысла нет. Смотрите, есть суперспособность, которая замораживает противника, но она наносит меньше урона, чем ваш обычный удар. Так зачем использовать ее, если у вас каждый ход есть возможность себя похилить? То есть вам пофиг на ход противника? Понимаете, вам не нужно больше думать наперед, вам не нужно предполагать, что сделает противник. Вам просто нужно бить и хилиться. И скажу опять, специальные атаки анимированы классно, да даже суператаки тоже, у меня к ним претензии ноли, это все выглядит забавно и в какой-то мере круто. Но знаете, это вообще не спасает ситуацию. А знаете, что спасает? Персонажа. Ибо озвучка здесь узнается, достаточно много реально смешных диалогов. Короче, единственное, что здесь реально хорошо и что прям тащит игру до 6 из 10 баллов, это персонажи. Неудивительно, что в игре работает именно то, то, что взяли напрямую из сериала. А именно актеров, стилистику и шутки. Это реально тащит. И ты действительно ждешь появления своих любимых персонажей после каждого надоедливого, повторяющегося боя. Но, к огромному сожалению, диалоги это не вся игра. Помимо нее есть сюжет, карта, модельки, через которые можно пройти и обычные модельки, которые можно пинать, баги, зависание в воздухе, баги с навигатором и многое-многое другое. Игра реально могла выйти хорошей, но лень и желание позаработать показали, что Климакс Студио правильно выбрали название своей студии. Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok